сегодня расскажу вам про страхи какие страхи были у меня но это не страх умереть и не страх сойти с ума это не к этому хотя немножко один из моментов есть страх смерти но буду рассказывать про непонятные страхи попытаюсь объяснить если где-то что-то объясняется как это видел я то есть со своей позиции и расскажу какие они у меня были первый страх я как бы испытал который я рассказывал в своих в своем ролике как пройти страх смерти это такой скрытый будет страх и он будет держать вас постоянно постоянно в одном уровне то бишь он не будет подыматься и не будет опускаться он как бы получается держит тебя в в одноуровнем напряжении он не туда и не сюда но он тебя постоянно постоянно и и вот когда у меня появился этот страх я начал его искать чего страх это чего вот у меня чего страх но что происходит интересный происходит момент мозг его блокирует мозг как бы его тебе не показывает и когда ты находишься в бодрствовании ты не можешь определить страх чего у тебя и потом получается ночью когда я заснул вот меня почти с обеда как начал держать этот страх и целый день держал держал и только снялся вот эта блокировка снялась во сне когда есть такой момент сознание сливается с подсознанием как бы то есть это страх был на подсознательном таком уровне и ночью вот я увидел свой свой страх я его как прожил то бишь у меня снился реальный сон сон настолько было реалистично что как будто у меня инфаркт происходит и это настолько было сильно реалистично и меня вырвал вот этот страшный сон со сна как бы я открыл глаза смотрю ночь смотрю фонари на улице светят и я понял что это сон но сильного у меня панического страха не было к тому времени уже такого панических таких страхов у меня не было вот потому что как-то понял одну вещь чтобы тебе не рисовал мозг не бойся этого вот и вот я когда ночью меня вырвало вот этот когда мне снилось что у меня инфаркт и я звал свою жену как бы вызывай скорую помощь потому что у тебя как бы реалистично это проходит как будто вот у тебя грудь там сжимает реалистично сейчас будет инфаркт как будто ты сейчас умрешь и вот ночью тебя вырывает со сна я проснулся и понимаю что это всего лишь сон что это всего лишь сон и вот тогда я увидел свой страх который меня держал с обеда с обеда и держал вот пока я не ушел в ночь но потом как его проходить вот это страх страх смерти у меня есть ранние ролики я там объясняю как этот страх убрать как его пройти теперь перейдем ко второму страху который у меня был был мы как-то сидели на заправке кофе пили ну со знакомыми или пили кофе но сразу скажу кофе я пью там со всякими сливками с молоком как бы то есть это я думаю не влияние кофе когда кофе может вызвать паническую атаку это не то это не то просто я пил кофе и внутри я почувствовал что у меня раз вот появился какой-то страх появился страх но многие из вас могут сказать что это паническая атака возможно возможно это какое-то прелюдия панической атаки но но я это видел не так это было не паническая атака потому что паническая атака она у нее есть как бы трактовка ты боишься когда вот тебя начинает накрывать ты боишься умереть то есть есть причина причина смерти в этого у этого страха у него не было причины это такой страх без причины я бы назвал его на она просто животный страх животный страх он просто возник без некой причины шопы и этот страх запустила и видение некой причины страха чего его тоже не было то без это просто страх был беспричинный что я сделал я просто его выдерживая как бы как сидел таки сидел он у меня возник и потом он у меня погас вот это второй страх который у меня был третий страх тоже был ночью очень интересная была ситуация есть такой момент но многим из вас будут снится кошмары ночью будут снится кошмары один из моментов мозг у нас он как бы не отключается он у нас там работает постоянно и поэтому есть такой момент что наши сны это продолжение дня если мы живем на тревоге то есть мы живем встречи то ночью у нас вот идут вот эти кошмары но на тот момент как бы может было тревожность ну какая-нибудь мелкая возможно она была но как это происходило в роль я заснулся нормально сон был нормальные но меня вот вырывает меня вырывает со сна как бы но это снова это не паническая ночная атака это это не тот страх который у меня был раньше когда тебя выбрасывает у тебя страх что сейчас ты умрешь с тобой что-то произойдет и когда ты по квартире начинаешь метаться это не тот страх этот страх он тоже на тоже может быть я бы на наднес его как бы беспричинный страх страх хотя мне тоже иногда снились кошмары ты просыпаешься от этих кошмаров но здесь произошла интересная ситуация я когда проснулся у нас смежная комната то бишь я со своей комнаты со спальни через коридор видел зал у меня как бы ты видишь зал через дверь видишь зал и что произошло когда меня вот я проснулся у меня был страх и я видел что в проеме в дверном проеме зала стоит некий силуэт силуэт был не четкий не четкий размывчатый но я четко видел силуэт как бы человека вот как будто человек интересно как балахоний одет понимаете в одеяниях таких но он такой картинка не резко я как бы не испугался этого я понял это игры моего разума и я как бы сразу переключился на кровать подушечка одеялко и остался говорить как тепленько как хорошо как бы начал улыбаться и снова ушел в сон вот это был у меня второй или уже третий страх который я вам рассказываю и и еще был один страх но там уже страх был после употребления спиртного на спиртных напитков спиртного напитка я как бы изрядно выпил было у нас там гулянка и я уже как бы довольно неплохо себя чувствовал выходя вот с этого состояния хотя еще тревожно тревожность она возникает периодически ну изрядно как говорится выпил но я не был там пьяный что падать и так я как бы все адекватно осознавал понимал но был хорошо пьяненький и тоже как бы ушел в ночь ушел в ночь заснул то бишь и где-то на на время было где-то часа 4-5 утра потому что еще на улице было темно темно и меня также вырывает со сна вырывает со сна и идет такой момент панического страха страх вот у тебя страх но ты не понимаешь из чего этот страх ну тебе просто страшно но я уже не тому времени я не разгонял этот страх я его как бы выдерживал подошел к окну я вышел со спальни и зашел на кухню а и у нас как бы центральная улица на центральной улице фонари горят я подошел к окну и стала просто смотреть на фонари и получился такой момент я как будто мозг мозг вот переключил на фонари и этот страх у меня как бы раз и пропал но вот этот момент я могу объяснить насколько но я знаю с точки зрения как работают вот эти алкоголь на алкоголь работает действует на наш мозг дело в том что когда человек употребляет вот эти всякие нарковещества у нас происходит этот момент выброски серотонина то есть во время употребления у тебя мозг выдает вот это химическое вещество которое называется серотонин и у тебя как быть полегче повеселей у тебя такое немножко балдежное состояние вот это происходит из-за активации выброски серотонина но когда у тебя вот этот эффект алкогольный эффект начинает проходить начинает проходить то идет наоборот резкое падение серотонина то бишь он резко падает на ну скажем на низкие уровни свои и вот тогда возникает у человека эти страхи у человека возникают эти страхи потому что я общался с людьми мне было интересно которые употребляют алкоголь как называют запой запой там кто неделю пьет четыре дня неделю то вот такие вещи они как бы похоже рассказывали даже немного другие вот они пугаются когда телефон например зазвонит резких звуков пугаются у них сразу страх появляется то бишь вот эта работа алкоголя воздействия на наш мозг именно на химический состав вот последний я вам объяснил последний случай моего страха здесь я понимаю что у меня произошло но вот про эти страхи которые я вам рассказывал ранее первый страх этот смерти мозг мне его показал и вторых два страха они происходили я бы сказал наверное беспричинно но возможно ночной страх который был у меня возможно был сон я четко не помню вот как говорится вот эти бредовые сны ты попадаешь некую ситуацию ты в реальности как бы во сне и проживаешь вот какие ужасы если кто-то вспомнит и со своей молодости когда мы смотрели фильмы ужасов которые еще были на видеокассетах ты смотришь там фредди клюгера и так далее потом ночью за тобой гоняется вот фредди клюгера либо как у меня сын говорит зомбаки зомби вот эти там ты убегаешь бежать не можешь вот такие кошмарные сны и снятся человеку в тревожном расстройстве хотя вот эти кошмары всякие такие страшные сны они снятся я думаю людям и без тревожных расстройств вот вот сегодня я вам рассказал про страхи про страхи которые возможно могут быть у вас возможно могут и не быть но я рассказал про свои страхи вот эти беспричинные страхи и причинные страхи которые у меня возникали когда я находился вот в этом тревожном расстройстве тревожном расстройстве вот все спасибо за внимание спасибо что смотрите наш канал надеюсь то что я вам рассказываю что со мной было что как происходит и что и как делать вам это помогает справиться с тем состоянием в котором вы сейчас находитесь все спасибо до свидания